она часть какого-нибудь менее жесткого вопрос хотя сегодня конечно особый день хоть мы этого не планировали на и не смогу его не задайте наверное это будет главное вокруг чего собственно разговор дальше пойдет а можно в порядке порядке разогрева я просто уже со своими подписчиками делился паре и которая тогда у меня прошу общение произвела поиски в апрельское по моему воскресенье было ли суббота 23 года когда мы сидели с ребятами в этом классе в одиночестве там нас был человек 5 форматики пришли вы маленьким ребенком сейчас не стране искать сколько мы было не на 3 4 но есть 93 год то 5 меня просто этот конкретный случай необыкновенное ощущение произвел на столько же назвал это то что называется импринт я увидел папу или кого-то по крайней мере похожего на папы и по мне не знаю кто это был спросим мне интересно что было что было на обратной стороне потому что потом когда я наверное единственный ученик кто прошел через развод более-менее обычная вещь на общем у меня достаточно что потом было болезненно потом было лучше вот сейчас попали сглазить считать как супер от нашего руководства этот вот у события и мероприятия на двоих это была обычная вещь или это был что-то штучно-разовое там тоже на фоне какого-нибудь там рваного расписание нет это было обычная стандартная до причем я хотел там чтобы 2 3 ребенок был жена воспротивилась ну и мы довольно быстро поняли что мы не две половинки целого до что у нас разводят в сторону да но поскольку во мне как в учителе да и не как в учителе просто как в человеке чувство долга было гипертрофированное то есть как я сейчас понимаю перебор я считал что ребенок должен расти имея рядышком папу и ради ребенка я жертвовал вот своими личными отношениями да то есть я пытался склеить чашку то есть у нас женой сразу не очень задалось но я искал вот выход это в школе с вами и с ребенком то есть много времени проводил гуляя с ним и пытаясь вот как-то компенсировать что ли но вот это чувство вины которое росло что с мамой не очень сложилось то есть вы не жили раздельно на это нет к сожалению большому мне не хватило ума то есть как я сейчас понимаю что были неверные установки но я их так воспринимаю то есть правильнее было все таки уйти жить отдельно да где нибудь там же снять комнату или квартиру да благо школа давала мне много денег я зарабатывал очень прилично да 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 то есть там за компьютерный класс платили какие-то бешеные деньги то есть если я вот перед школой в академии наук работал у меня там зарплата была в районе там 140 рублей ну не считая там изредка премии но они редко были небольшие в школе мне да вот за класс за компьютерные классы доплачивали у меня зарплата была в районе 500 рублей то есть там в четыре раза больше и в принципе конечно этих денег мне хватало на все да то есть тут вот родина при всей моей к ней не любви она меня холила и люди плюс да вот наш директор он ко мне тоже благоволил и он тоже старался мне откидывать то есть смысле вот финансово я в школе чувствовал себя очень комфортно но еще раз говорю что надо было делать упор на себя любимого да то есть оценивать что мне нужно и что мне правильно да вот что под себя а я ориентировался на сына и немножко сейчас об этом жалею то есть потому что я бы и так его не бросил да но вот если бы я с женой разошелся раньше то наверное это было бы правильнее да потому что жена страдала она потом мне делала упрек какого черта ты там от меня не ушел раньше я бы там за другого замуж вышла была бы счастлива но и подразумевалось что я бы тоже женился на другой да вот и были бы мы счастливы каждый сам по себе то есть вот получив скажем отрицательный семейный опыт дальше пошли бы ну так как многие семьи давать очень многие не секрет что обжигаются то есть вот женятся по первости понимают что неправильно что это юношеская да вот там девичье да что обычная там либидо и граба да больше там секс чем мозги а дальше уже вот все неким образом канализировалась и не было такой вот глупости да поэтому ну что разошлись вот то есть и я себе поставил задачу что вот ребенок достаточно вырастет там до 16 лет школу закончит я уйду ну вот ребенок школу закончил стал достаточно взрослым уже не мог мне сказать что отец ты нас бросил да и время было потеряно то есть я мог там лет десять выиграть и лишь пока он был маленький быть сниму а потом вот там после пяти его лет после его возраста пять лет надо было уходить потому что был край да то есть мы много ругались и вели себя не очень ради а вот именно так сделал хотя тянул долго тоже и не тревога очень тянул но ну к сожалению просто практика в основном то есть тех я так что учился так ни разу не сказал какой области блогингом занимаюсь состою в том что называется мужское движение неизвестна личность нет конечно пациент альтернативно сожалению велика вероятность что если бы разошлись так или иначе возникли бы препятствия общения с ребенком либо физически когда начинается разъезжание а моя верно моя случай была когда сразу после вроде ничего тем более такой цивилизованным был развод полюбованы без этих скрипку без друга не все 3 года как только мама выходит на большую тропу снова там правда еще дедушка бабушка не понимаю и это самое короче получилось то что получилось то есть к сожалению в таком сценарии велика очень высокая вероятность просто потерять контакт любой вообще нет я это понимаю сейчас да тогда вот как бы мне казалось что если я буду жить там соседнем доме или там ну через пять домов но буду приходить и вряд ли там жена будет препятствовать мне общаться с ребенком да то есть я не на тот момент я не видел проблем да хотя я понимаю что когда ты каждый вечер дома да и ребенок теперь видит это одна ситуация когда мама рассказывает что папа где-то да и папа что называется становится воскресном это иное но ну а куда деваться и не знаю даже может там лично мой как бы пока я был похож скажем так не то что прям совсем ничего не изменилось это в командировке ездил надолго а ну вот как бы особый раскачиваем какая-то разница наступила да не особо поскольку даже на ваш я больше был чем командировки ташкировка мог быть на месяц и даже больше такого ряду то есть на нету месяц а тут я каждый выходной как штык с утра и до вечера такой как суббота бывает был наш день вот я начинаю с обходу школу заканчивая там когда уже лишь получится все игры ну видишь вот у тебя было хорошие наложение да то что работа это да но но я один из тех просто кому можно сказать прошло между капель дождя а то что я сказал то что в итоге ребенок ко мне 14 это единицам людей удается да я согласен с собой что это очень то есть можно было это сделать и в итоге потерять его полностью заведением было вполне возможно может быть если бы там появился быстро новый папа который мог бы там дьявол на себя тянуть и оказался бы нормальным мужиком да он мог бы тебя заменить и и я на личном опыте знаю что это конечно замена замены но все равно это всегда суррогат ну всяко бывает да как говорил товарищи опросы крови самые сложные обсталетные я согласен но я вынес из этого опыта да вы вернее вот из этой ситуации вообще в принципе что нужно слушать свой внутренний голод вот как бы это дико не дико казалось да вот нужно не тратить время а вот созрел до какой-то мысли нужно действовать то есть просто варить какую-то мысль но вредно то есть она только тебе мозги разрушает да то есть вот решил что надо расходиться да что нужно не тратить время а действовать далее а потом случится что-то можно вернуться до бывают же такие ситуации разошлись а потом поняли что в общем что-то было какая-то угорячились получается я где-то внутри правильно почувствовал то есть фактически это было как бы брак еще был но режим то был в общем воскресный из меня не просто уколол не просто не просто вообще я с тех пор поскольку у меня это ярко и нет конкретно событиями очень ярко в памяти запечатлилась потому что у меня такого никогда не был там были другие какие-то вещи такого чтобы там выделить и не он был твой я рядом там именно мне он посвящен вы честно на памяти дожил ты хотя можешь пять лет что не было не вспомню я потом делал так намеренно делал то есть когда не было возможности оттаскал с собой у меня старший сын был проект со мной был ему было там евро субаном был она ему 3 еще не было вот его стащил типом по моему компьютер кому-то в частном порядке телу он был ему даже он просто рядом был отвлекал на себя внимание ему даже в итоге эту игрушку там подарили типа она конечно про себя подумали что типа и нормальный инженер пришел приходит чинить компьютер с ребенком ребеночкой да причем таким маленьким ребенком не говорил ничего в итоге это было во-первых заработок и не помогал вот твой первый заработок на компьютерной поддержке и не помню что за игрушка но очень детонавируса новее обо мне оттаскал на всякие крупные проекты он был у многих вот этих класс офисах класса а был в москве там очень уводили в строй там компании таким звучище на такая когда уже интегратор работал бал я потом это таскал с собой и сублимировать я тоже об этом думал кстати я даже серьезно раз заходил на разведку воде и колледж понял что меня не возьмут это когда разведка провел понял что без предобразования никому нам не сдался пошел на разведку педколледж ходил прямо на собеседную туда конечно не смотреть ненормально я пришел туда он бы принес террорист ну и сейчас на это посмотрел там конечно 99 и 9 периоде это девочки и там меня провели типа на экскурсии они готовы к такому заводит нам показывать открывает там гимнастический зал не все в трикол обтягивающим и у них какие-то эти типа какой-то вводные занятия а-ля балет что так вы это готовы и так немножко себя сказал своем а у нас программа 1 для всех может каким-то решить можно нет нас решить нельзя поэтому разговор кончился посмеялись очень короче потому что сейчас на данный момент ну я категорически боюсь этого дела потому что все это называется педа истерия я абсолютно не знаю как сейчас у человека мужчины как он может пойти в школу и там находиться в закрытом помещении здесь нет непонятно да да я согласен то есть если я вот к вам ходил с большой радостью и удовольствием то глядя на современную школу да и на современных детей плюс но не сочти это за нацизм там какой-то но меня очень напрягают мусульмане классе да и пытаться там скажем учить математике какого-нибудь парня с гор до и желание нет и я брал интервью как учительница на общем успел год отработать один на канале то есть интервью ночи одного года хватило там у них рядом есть она как бы где она преподавала не было такого сильного процессе соседние с ней там типа район там было очень неприятное что рассказывал не все на камеру правда там очень понятно что вещи не там работать там еще работать тяжело женщине просто да да она должна быть кремнем очень сильным даже продать и запишу все равно не поэтому то есть и сама не понравилась сама машинка что типа очень мало да еще шел на нас настроена типа творческой что такое там общение то все там разумно добровечно в итоге попала в такой аппарат для нужно просто обслуживать нужный станок больше заниматься документами чем альными детьми на типа а ради двух учеников там преподавать всем остальным в общем не потянулась очень короче максимум что я себе позволил в качестве сублимации это я как раз это было вперед когда ребенок попал совсем в итоге ну там довольно сильно начал общаться и неопъятный отчетливо понимал даже тогда что я сублимирую я общался с племенниками было и такой сейчас конечно когда ну свой есть естественно все внимание на себя перетяну туда же как если даже не то нет это не даже не дара случится случилось когда старший перешел дома я мог оказаться где угодно ночью из москвы такси не хочется зачем-то уже все в общем короче сублимация была про детское образование тоже думал но не сошлось слава богу может слава богу да и делал что будет будущем да в общем но в школе так мало проработали нет ну понимаешь когда развалился союз да то есть то что словам геополитика случилась катастрофа всемирная вот мои 500 рублей они превратились там в антике да то есть то что началась эта гиперинфляция то есть я ходил но в две смены работал в школе да плюс я брал себе учеников чтобы еще денег заработать и после всего этого да я шел там в магазин покупал 200 килограммов колбасы там или масла да и на этом деньги кончались то есть была полная катастрофа мысли вот прокормить нормально семью то есть молодой здоровый мужик такое вот получилось и тут собственно я оказался не одинок таких как я было очень много да такой я был там школе мои там институтские друзья они во всяких не работали и в прочих там закрытых полузакрытых институтах зарплаты перестали платить или какие-то зарплаты пешные и мой институтский приятель на из города он как-то институтских времен проявил задатки фарцовщика то есть было такое что мы над ним посмеивались он торговал очередью на видео магнитофоны до была модная такая фишка до привозили там в россии магазины и видео магнитофоны и выстраивались очередь как в мавзолей и вот он становился первую десятку лишь первую сотню и продавал эту очередь до если тому пять очередей занимал там первые сотни во второе в третье да и везде по мере подхода на он эту очередь свою за денежку уступал и вот этот наш фарцовщик он организовал можно назвать кооператив или ип и собрал под своей крышей нас было больше ста человек вот брошенных да на произвол судьбы страны да и я когда получал там 200 или 300 долларов в месяц но это были твердые деньги я чувствовал себя мужчиной они вот эти фантики которые пока идешь от касса до магазина они вот дешевеет и таким образом вот я много лет проработал в кооперативе дали там и п его потом можно было назвать то есть у нас была очень могучая организация в смысле интеллектуальная да то есть у нас вот там куда ни плюнь попадешь в человека который имеет очень хорошее образование ну а торговать мы учились на месте то есть мы начинали с того что этот бокс мувинг да то есть коробки торговали но на разнице курсов зарабатывали бешеные деньги плюс мы одни из первых наверное стали строить сети да то есть мы для сбербанка делали там для других крупных организаций то есть у нас были сетевики которых в россии было были единицы то есть ребята могли прийти посмотреть там помещение да в том же сбербанке отмерить его поставить где нужно там роутеры протянуть провода и все это работало мы были в девяносто первом году наверное единственные кто вел трансляцию о путча на мир то есть у нас мы через курчатовский институт у нас там в курчатовском институте несколько сотрудников были и потом вот они смогли обеспечить нам канал через хельсинки мы вели вот к нам приходили вели прямые трансляции о том что творится в россии но и вот в общем мы были очень и очень крутой организации то есть при больших навыках или умениях мы смогли бы стать яндексом каким-нибудь если бы своевременно там продались или нашли бы спонсора и или там как mail.ru да то есть мы вполне могли быть но мы были круче их да вот на старте а потом нас пошли а потом наш лидер руководитель да вот мой одногруппник ехал на дачу его разбил инсульт и все наши там вот 120 человек то что называется осиротели и у нас большая компания развалилась на семь или восемь подразделений в основном вот была какой как они там был какой-нибудь отдел да он пошел на вольные хлеба то есть есть своя группка и зарабатываете сами денежки и вот я таким образом собственно взял команду нас было там человек пять или шесть мы стали поставлять измерительную технику для российских организаций ну и плюс у меня там хобби было микросхемы да то есть тоже вот завозить оттуда у меня там в городе зеленограде было несколько знакомых друзей руководителей там заводов и просто компаний то есть они покупали западные микросхемы у себя там их ставили вот так вот я собственно ну сказали что в итоге было пять или шесть выпусков всего да ну это был на мысли школе школе но даже меньше пяти наверное четыре да то есть мало ну я не помню по моему в девяносто третьем году сколько денег катастрофически не хватало меня уже позвали в это вот в этот наш кооператив я да вот договорился наступило лето да что я на лето уйду поработаю там в конце лета к сентябрю решу вернусь я в школу или же останусь вот в этом кооперативе ну вот за три месяца да я решил что я в школу не вернусь то есть 93 год это был последний выпуск я уже помню в 93 году я был мальчиком вот по младшим менеджером что называют и во время уча да вот осенью там в октябре я ездил покупать модем или забирать модем каком-то в какой-то организации которая расположена прям за белым домом вот я туда шел мне все там из-за кустов крутили лобеска пальцем мужик куда ты идешь тут вот идет стрельба да причем боевыми а не холостыми да и мне там какого-то мальчика на велосипеде завалили то есть он выскочил на открытой поля площадку да вот и упал а как то вот я только потом осознал что не стоило так поступать не стоило под автоматным пистолетным там ружейным огнем надеть да вот за 200 долларов какой-то модем забирать да но люди там работали сидели вот и выдавали то есть как-то мы вот к ним приходили щит я к я и я